Розы Исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала тихонько в трубу. А мы скрывались в машинах, равнодушных таксистов, а по ночным автострадам да нарезали круги. А я любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. А я любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. А я любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. А потом было лето, а мы прощались и взынали, а мы с тобой одной крови, а мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, я была твоей тайной за знобой твоей. Ты была моей тайной за знобой моей. Три, два, один. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами изобретательная ведущая шоу Наргиз Закирова. И информативный Эрнес Мацкевичус. В эфире самое масштабное музыкальное шоу страны. Главная сцена. В этом году участники борются за возможность попасть на большую кремлевскую сцену. 12 финалистов, которые пройдут отпорочный этап, четверть и полуфиналы будут выступать в Кремле. Вместе с самыми яркими звездами нашей эстрады. В сегодняшнем отборочном туре нас тоже ждут 12 участников, и только шестеро из них окажутся в четверть финале. А решать, кто именно окажется в следующем туре, будет наше многоуважаемое жюри. Валерий Леонтьев. На заре творческой карьеры он побеждал на музыкальных конкурсах. Правила с тех пор не изменились. Важнейший критерий отбора – умение владеть голос. От скромных квартирников до полных стадионов преодолеть этот путь Диане Арбениной помогла неукротимая творческая энергия. Ребята, давайте драйвы, напора, мощи! Зажигайте, наконец! Николай Носков добился успеха и в составе группы, и во время сольной карьеры. Его секрет прост – на сцене важна искренность. Сохраните свое «Я» после всех испытаний. Кого же сегодня пригласили занять четвертое кресло жюри? Народный артист России, маэстро, певец, композитор, автор тысячи, друзья, вслушайтесь в это слово, тысячи песен – Вячеслав Добрынин! Голос автора всенародно любимых шлягеров может стать решающим. Только шестеро из двенадцати пройдут сегодня в четвертьфинал. Конкурсанты исполнят популярные хиты исключительно на русском языке. Наш первый участник имеет широкий диапазон музыкальных интересов – от металла до фольклора. Здравствуйте, я Петр Елфимов, город Минск. Звездочка моя ясная Петр Елфимов, город Минск. Знаю, для тебя я не бог, крылья говорят не те, мне нельзя к тебе на небо прилететь. Поздно мы с тобой, поздно мы с тобой болеть, что вдвоем вдвойне веселей. Так же проплывать по небу, а не то, что жить на земле. А не то, что жить на земле. Петр Елфимов, город Минск. Спасибо. Уважаемые члены жюри, песни известны, и, конечно, каждый исполнитель, который берется ее петь, должен понимать, какая это ответственность. Валерий Яковлевич, что скажете? Кому-кому тогда да, если не этому человеку. Да! Спасибо. Ответ абсолютно законченный и убедительный. Вячеслав Григорьевич. Бедна белорусская школа вспоминается сразу. Песниры Володя Мулявин. Дальше. Это одна из моих песен, любимых, которые написал не я. АПЛОДИСМЕНТЫ Шутка. Много ли таких? Мало. Скажите честно. Исполнение блестящее, пронзительное, то, что нужно. А там верхние ноты, вокалист, фальсет. Это все очень здорово. Конечно, да. Великолепный певец. Поэтому да, да, да. Спасибо огромное. Хорошо, что у нас тут кнопочка да или нет, а не катапульта. Сейчас бы я села. Слушайте, знаете что? Я думал, что ты взлетела бы. А я хочу сказать, да, я взлетела. Вот когда на нас обижаются участники, а мы тут чувствуем неловкость. Я поняла вот сейчас, насколько пагубно чувствовать неловкость, когда ты понимаешь, что ты в общем-то и в целом ты прав. Хорошую песню испортить на раз, на щелчок. Но теперь у меня появилась Мерила. Мерила, которому я буду всегда апеллировать, думая оставлять человека или прощаться с ним. И Мерилом будет Петр. Да. Классно, классно, классно. Спасибо. То, что ты спел высоко, взял ноты, драматично, это все понятно. И здесь я ланее уже... А ты что-нибудь еще вот по-другому что-то можешь спеть? Конечно. Как мы любили, осталось только вспоминать. Есть еще крылья, но не летать нам, не летать. Кто бы влюблялся, когда бы заранее все знал. Кто? Мофть и остался вдали без нас пустой вокзал. Качается вагон, стучат колеса глухо. Так хочется сойти, но остановок нет. Отстанцы и любовь до станции. Отстанцы и разлука, у нас с тобой билет. У нас с тобой билет. Как мы любили, границ казалось, счастью нет. Мы, может, забыли какой-то важный мы секрет. Тучи нависли, и звезды грустно смотрят вниз. И не сойтись нам, как этим рельсам. Не сойтись! Качается вагон, стучат колеса глухо. Так хочется сойти, но остановок нет. Отстанцы и любовь до станции и разлука. У нас с тобой билет. У нас с тобой билет. Спасибо вам огромное за теплые слова. Спасибо. И впереди у нас одно из самых юных дарований главной сцены. Вы бы видели ее волнение, когда на первый раз встретилась с нашим саунд-продюсером Байгали Сергибаевым. Сангина Шарипова. Я слушаю в основном популярную музыку. Я стараюсь от каждого артиста брать только самые лучшие. Группа-студио мне нравится с детства. В Казахстане эта группа очень-очень популярная. И я с самого своего раннего детства уже знала все их песни наизусть. В прошлом году я была на их концерте, организатором которого является Байгали Сергибаев. Я даже тогда не могла себе представить, что через какое-то время уже буду с ним сотрудничать. И хочу, чтобы он оценил меня по достоинству. Ну все, это все хорошо. Я не буду говорить. Ты будешь наслаждаясь. Поцелуями, нежными линими, нижними линими. Это будет нетрудно, это по любви. Караванами, пароходами, я к тебе прорвусь. Монами, рациями, факсами, телефонами. И пока завязаны мы, удивление хочешь виз-за-ви. Это будет нетрудно, это по любви. Мы расстегнутыми поперек весны радуется лето, и радуемся мы фото-люксами. Проявлены мы друг друга заполним, полним альбомами. Солнцами ли, звездами ли. Это будет нетрудно, это по любви. По любви. Это по любви. Ангина Шарипова. Вот такое прочтение Ильи Логутенко. Что скажут уважаемые члены жюри? Диана, правильно ли был выбран материал для того, чтобы раскрыть исполнителя? Ну, это такой лаунж получился. И имеет право на существование абсолютное. Мне бы хотелось, конечно же, вас спровоцировать на что-то такое, знаете... На порочность. Ну, на порочность. Опять же, не я должна провоцировать, а кто-нибудь из наших мужчин, сидящих здесь. И самый порочный, мне кажется, Валерий Леонтьев, конечно же. Поэтому, если вы согласитесь каким-то образом спровоцировать нашу леди и вывести ее, скажем, на другую эмоцию, будет клево. Потому что лаунж не всем понятен. А ответственность потом внести? А мы ее разделим, ничего страшного. А как вы себе это представляете, а? Что вы можете спеть? Я могу спеть песню как раз-таки Валерия Леонтьева «Милый друг». Понимаете, там нечего абсолютно петь. Неважно, я не понимаю, как я буду петь в этой тональности. У нее высокий голос очень, что я буду делать. Я надеюсь, у вас получится. Валерия, главное ввязаться, мне кажется. Валерия, ты ходи только туда-сюда. Ходи туда-сюда. Ходи туда-сюда. Не забывай, не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай, не забывай. У-у-у, ты меня не забывай. Даже если будет трудно, я вернусь весенним утром. Ты меня не забывай. Ты меня не забывай. Облака в реке уснули. Я вернусь дождем в июле, Ты меня не забывай! Милый друг, не скучай, Я вернусь, ты так и знай, Может днем, а может ночью Ты меня не забывай! Милый друг, не скучай, Я вернусь, я знаю точно, Но, может, днем, а, может, ночью Ты меня не забывай Ты меня не забывай Ты не забывай, не считай часов Я вернусь, а ты не забывай Ты меня не забывай Упадет снежинка с неба Я вернусь с февральским снегом Ты меня не забывай Милый друг, не скучай Я вернусь, ты так и знай Может, днем, а, может, ночью Ты меня не забывай Милый друг, не скучай Я вернусь, я знаю точно Может, днем, а, может, ночью Ты меня не забывай Не забывай, не забывай, не забывай Не забывай Вот все испортил девушки Браво! Была чистая импровизация Сангина Шарипова и Валерий Леонтьев Дуэт-то получился Ребята, перед нами восточная девушка Это значит, в природе уже есть музыкальность, утонченность Вот, и я думаю, когда они с Валерой, они, между прочим, не растерялись Даже Валера справился Я думал, что он не справится, а он справился Ха-ха-ха, сказал Валерий Леонтьев А он беседовал на отсутствие там родственных тональностей Все, был, кстати, дуэт замечательный Конечно, да Вот вышел Леонтьев и все Эта пауза достойна Станиславского, Дианы, понимаете? Не всякого Ну, в таком случае не верю Это значит нет или да? Значит нет Николай Я не знаю, я, может быть, боюсь показаться каким-то ужасным консерватором Уже показались, Николай Типа время идет Уже поздно Надо обязательно всем меняться Надо куда-то подстраиваться И мы потеряли, как говорится, в этом беге вечном Вот то, чем женщина являлась всегда для мужчины Неким таким вдохновительным таким вот, как сказать, даже не знаю Вот этой звездой, как говорят, пусть она высокопарная, но путеводной, понимаете? Вот это вот Величайший образец женственности Смешанный с величайшим пониманием такта, вкуса Фраза великолепная просто Спасибо большое Все сделано очень здорово Поэтому я Да простят меня мои, как говорят, коллеги Я все-таки скажу да Спасибо большое Николай Носков говорит да И Валерий теперь ничего не остается сделать, как тоже сказаться Да, Валерий Аковлевич, вот теперь в ваших руках Судьба девушки, с которой вы только что спели дуэтом Я бы выглядел просто кретином последний, если бы сказал нет, ну чего же Только что отпел Абсолютно достойный Только что отпел, да, нелепая ситуация Отпел с человеком, вернулся в это кресло Что-то не понравилось Не, не, поэтому, ну что, да Сангина Спасибо большое Вы в четвертьфинале Я вас поздравляю Я тебя поздравляю Большое уважение Ну и когда в группе есть поддержки мама Я как мама Не могу не спросить Вы довольны выступлением своего Конечно Просто невероятно Здоровая Еще бы быть недовольной Я счастлива Вы как-то скромно вообще свои эмоции выражаете Нужно прыгать до потолка Байгали, это Восток Отдельное тебе спасибо за такой экспромт с Мэтром Я думаю, что ты сегодня очень счастлива У тебя уже есть дуэт с Валерием Леонтьевым Ура У каждого участника нашего шоу уже есть свои поклонники, которые горячо за них болеют Ну а конкурсанты, в свою очередь, стараются радовать и удивлять зрителей своими выступлениями Мы же заботимся обо всех сразу На официальном сайте главной сцены самая интересная, важная, актуальная информация Обо всех артистах, видеоинтервью и даже то, что всегда остается за кадром Сцена.тв Здесь каждый найдет что-то для себя Мы все закончили Московскую государственную консерваторию, как классические музыканты Но мы всегда любили рок и поэтому хотели играть более жесткую, скажем так, музыку Мы сделали группу Радио Камергер Наши необычные инструменты для нас, они довольно-таки обычные, потому что мы играем на них с 6-7 лет Это велончель, где скрипки, труба и ударные Кто-то называет наши инструменты, скажем так, старыми Но то, что мы делаем, то, как мы на них играем, это совсем по-новому В этом проекте мы участвуем для того, чтобы открыть что-то новое для себя и для тех, кто нас будет слушать Поэтому, я думаю, надо заканчивать, говорить, надо уже играть Покатайся по городу Отвези меня, пожалуйста, к мосту Ближе, ближе Здесь я дышу От луны такие грустные На нее подпрыгнуть хочется Давай выпьем прямо здесь И сейчас И меня, моя милиция Соберет и не подавится Смотри Дальше, дальше Здесь Никогда Дальше, дальше Покатаемся по городу Радио Камергер Валерий Яковлевич, можно начать с вас? Мне очень понравилось, на мой взгляд, неожиданное соединение звука трубы и смычковых инструментов И инструментальная часть очень крепкая, очень хорошо сделанная, срепетированная и убедительная А в отношении вокала я, значит, лишен таких вот иллюзий особых И я даже не все слова понял Вокал был менее убедителен, чем инструментальная часть Но тем не менее, все-таки скорее да, чем нет Меня поломало то, что я не поняла Как вы поете? Я не услышала ваш голос, понимаете? И очень, конечно, и очень Вы академисты, да, я так понимаю? Закончили консерватуру Ну вот это заметно Что вы будете петь дальше? Вот скажите мне Сейчас сможем спеть «До свидания, мама» О, давай, давай «До свидания, мама» Слышишь, пробило двенадцать часов Лучше все двери закрыть на засов Крепко уснула родная страна Что ж ты так поздно бродишь одна Можешь, поедем ко мне заодно Выпьем, покурим, посмотрим кино Ну, мои крошечки, давай не тяни На две копейки домой дозвони До свидания, мама До свидания, мама До свидания, мама До свидания, мама У-у-у! Носыпаемся! До свидания, мама До свидания, мама До свидания, мама Николай Я польщен, я просто польщен, ребят, спасибо огромное Оригинальная вообще аранжировка на струнных классических инструментах Это вообще дорогого стоит, конечно Видно, что, ребят, вы поработали, подумали, как говорится, прикинули и сделали Поэтому да, да, да Вячеслав Григорьевич Дело в том, что мне кажется, что вам уже давно быть на этой главной сцене уже находиться И еще, ребят, удивительно, когда действительно соединяем таких инструментов Сейчас это так не только модно, но и вектор развития вот этой культуры Таков, что надо меньше стандартов, а у вас как раз нестандартно все здесь Это креативно Тоже такое слово, оно очень современное Креативно Я в восторге, спасибо Группа радио, Камергер, поздравляю, вы вчера в финале Отлично! Браво! Браво, ребята! Это было очень круто, это было по-настоящему Ребят, ну хорошо, вот допустим, представим, вы сейчас проходите в четвертьфинал, потом в полуфинал, потом в финал Что дальше? Зачем вам этот шанс? На самом деле, я думаю, для нас важный опыт, который мы здесь приобретаем Общение с такими людьми, как и все очень спонтанно реально получилось сейчас И с Дианой, мы очень рады, что ей понравилось И очень круто она нас поддержала Мне кажется, у вас новая вокалистка появилась Ну, это было сильно вообще, я могу сказать Потому что можно было уже не петь, на самом деле, потому что все уже было и так хорошо Спасибо вам за это выступление, давайте Не подведите дальше! Молодцы! Я являюсь солисткой Центрального концертного оркестра полиции У меня даже есть корочки Вообще, когда поешь с оркестром, это удивительное чувство Первая ассоциация – это старые советские пластинки Скрип, иглы, очень мягкий звук Такое легкое пощелкивание, как будто бы огонь в печке У меня почему-то всегда была такая ассоциация В советской музыке очень много интересных песен И я считаю, что незаслуженно она забыта о молодежи сейчас И очень здорово, что на проекте разрешают показывать именно свое видение этих песен Полина Орбах, город Чайковский Полюбите пианиста Хоть он с виду неказистый Не имеет звания до сих пор Не спешите разрыдаться Жизнь полна импровизаций Гениальным может быть тапер Чёрных клавиш, белых клавиш Всё, что было, не поправишь Он ещё ни Рихтер и ни Лист Полюбите пианиста Быстро, быстро, очень быстро В современной музыке Ди-Пи Но однажды вдруг возникла чемпионка мотоцикла Забежала в зал без всяких дел И сказала завтра ралли Догоните на рояле И роять за нею полетел И летел на рояле Нажимая на педали У рояля есть одно крыло Все машины подстали Чемпионы все отпали И летел на рояле Над лесами, над полями Жми пианист, плач пианист Бой пианист, ты взял приз Полюбите пианиста Быстро, быстро, очень быстро В современной музыке девиз Полюбите пианиста Закажите вальс Мефисто И летайте ночи напролёт Не спешите разрываться Жизнь полна эмправизаций В земерке, если кончится полёт Полина Орбак Спасибо Уважаемые члены жюри Прежде чем вы будете высказывать своё мнение Я лишний раз напомню Что Полина действительно сотрудник полиции И она поёт в полицейском хоре Это правда, Полина? Ну, практически правда Только пою я не в хоре, а солистка, оркестра У меня нет погонов, к сожалению Но корочки есть-то Полина, я сделал всё, что можно Чтобы оценки жюри были максимально объективными Несмотря на то, что какая-то была зажатость И волнение и так далее Ну, что, в общем, естественно, абсолютно Вы были органичны В том, что вы делали И мне показалось, что песня очень сложная Но вы с ней справлялись И, на мой взгляд, вы с ней справились Спасибо Лёгкость, лёгкость Валерий Яковлевич, ваша оценка Ну, это естественная джазовая тема Придуманная Раймондом Паусом И когда вокалист, певец или певица за неё берутся То, само собой, предполагается Что исполнитель обладает Ну, какими-то определёнными навыками И приёмами джазового пения Которыми вы, Полиночка, к сожалению, не обладаете Нужно очень уметь играть с ритмической основой Нужно иметь достаточно гибкий голос Который мог бы позволять исполнитель Делать не только элементарную вибрацию в конце ноты Но ещё какие-то вещи Менять тембры, менять напор, менять интонации А не так вот, значит, кондовенько Вот мы ровненько спели Довольно громко всё И, значит, слава тебе Богу Вместе с аккомпанементом закончили Поэтому нет Послушайте, давайте что-нибудь ещё споём Несмотря на то, что ещё не все высказались Очень не хочется вас резать Ссорятся люди Мирятся люди Кто-то полюбит Кто-то забудет Так уж бывает Так уж выходит Кто-то теряет Кто-то теряет Кто-то теряет А кто-то находит В городе это Ох, многолюдно С тем, кто приснился 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 Великолепная певица, и джазу здесь хватает, в общем-то, такого шабадубы, такой вот, ну такой он, да, такой джаз, я бы так сказал, такой ресторанный, вот, а единственная претензия, очень все серьезно, и костюм у вас какой-то серьезный. У вас руки открыты, как вот для фокусов, знаете, чтобы все убеждались в том, что вы в рукав ничего не засовываете. Я бы вот оделся по-другому, и пел бы это, ну, более так, отвязно, не очень так уж серьезно все это. В общем, мой ответ нет, к сожалению, нет. Вячеслав Григорьевич, слово за вами. Дело в том, что я автор, как вы объявили, что очень много песен написал, поэтому я всегда, находясь на прослушивании, обращаю внимание на песню, то есть песня хороша или нет, нравится она мне или нет. Исполнение – это вещь такая очень тонкая, странная, очень трудно обсуждаемая, потому что кому-то что-то нравится, кому-то нет. Кто-то заговорит там о джазе, о манере, о синкопах, о ритмике, все это, это все такое, это все такое, это наносное все, это неправильно. Если бы такие все были в полиции, то у нас правопорядок в стране был бы лучше. Дальше костюм, то, что Коля Носков сказал, что ему не понравились голые руки. Костюм можно поменять всегда. Это да, ему не понравилось то, что там нет татуировок. Сейчас же у всех, когда голые руки, там татуировки обычно. Понимаете, когда сидишь в жюри, думаешь, или ты сейчас будешь строг и начинаешь сидеть вообще через сито все это. Или это воспринимаешь, что тебе это нравится эмоционально, или нет. Мне понравилось, это мне понравилось. Я говорю да. Отлично. Я, если честно, я разочарована, потому что, во-первых, я увидела то, что я не хочу видеть ни в одном человеке, который выходит на сцену. Вас стали критиковать, вы стали ломаться духом, понимаете? Совершенно нет. В конце были действительно фальшивые ноты. Я не хочу придираться, но для меня не было... Диана, это была нона, это не нота такая, она джазовая, вот этот нон аккорр. Она джазовая. Это точно. А, вот оно что. Я прислушался. Джазы только девушкам. Нет, стоп. Я подумал, что это не чистая нота, не зафиксирована. Она подняла это, получилась девятая ступень. Но у меня все осталось на том же уровне, на котором было изначально. Это хороший добротный уровень. Я могу, конечно, сейчас устроить интригу и нажать «Да», и мы будем здесь совещаться. Пожалуй, я так и сделаю. Александр Григорьевич, я вам расскажу, у нас особенные правила. Если голоса судьи разделяются два на два, то судьи берут 30 секунд, чтобы принять окончательное решение. Ну что? Нам надо оставить шесть человек. Нет, от меня что требуется опять? Сохранить свою «Да» или передумать? Или передумать, или «Да». Нет, ну я сказал «Да», потому что если бы я еще передумал, то зачем я здесь вообще нахожусь? Я все-таки настаиваю на том, что надо еще работать. Работать в домашних условиях, а пока нет, да? Да, работать именно так точно. Работать в домашних, а пока нет. Полина, к сожалению, три нет против одного «Да», поэтому вы не в четвертьфинале. Полина, но телефон свой оставь, я пошел. Спасибо в любом случае, спасибо вам. Друзья, скачивайте мобильное приложение на нашем сайте сцена.тв и держите руку на пульсе проекта. Привет, мы группа «Джик Бойс». Лошади не убежали наши? Ты покормил себя на ночь? Наш девиз «Один за всех и все за одного!» Так как мы москетеры, у нас есть спортивная закалка, наверное. И вот когда мы ставим цель, мы теперь прям твердо идем к ней. И мы к ней приходим. Да, и данный проект к тому подтверждение, что определенные этапы прошли, и есть цель пройти дальше. Не шагу назад. Не шагу на месте. А только вперед. И только все вместе. Сто дней в пути был караван. А впереди опять бархан, еще бархан. Куда ни глянь, везде плясок. Дул ветер злой, что было сил. Палящий зной меня с ума сводил. И каждый жил мечтой одной. Батр и глоток. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара-крум. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара-крум. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара-крум. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара-крум. Куда сбежать, куда свернуть? Полящий жар и тот извечный путь Так вечно шло, так быть должно Всегда, всегда, всегда Огнёт песков, как всякий гнёт И внук песков навек уйдёт Победа ждёт того, кто смел всегда Всегда, всегда Эта кара, 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 караку Эта кара, 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 караку Эта кара, 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 караку Эта кара, 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 караку Это было весело, забойно, энергично, здорово, слаженно по движению, крепко, спетое, что-то тут, собственно, я да. Мне что-то не хватило, знаете, чем не хватило? Не хватило какой-то остроты эмоций, вот чтобы это меня захватило, знаете, когда вот, когда все безукоризненно и когда безусловно. Вот у меня не было такого ощущения, что мне понравилось безусловно. И поэтому я в затруднении. Поэтому я, если бы у меня была возможность оттянуть свой голос на, чтобы его сказать последним, смотря на моих коллег, то есть я спекулирую в этой ситуации, вот, то, ну поскольку это невозможно... Нет, у нас есть возможность поспекулировать. Почему? Давайте оттянем пока. То есть я пока думаю, можно я скажу после? Да, да, можете. Хорошо. Так, Диана. Мне очень нравится такая молодая пацанская энергия. Мне кажется, что именно на нее нужно ставить. Поэтому я тоже говорю да. Ребята, два да у вас уже есть. Николай. Ну, у нас уже нет, по-моему, и в предыдущей программе, да и сегодня не было таких мальчишеских бендов. В чистом виде, в чистом виде нет. Я по-русски можно без всяких бойс бэнд, шмойс бэнд. Так, по-русски. Мальчаковая команда, да. Мальчакова. Пусть будет для разносового. Отлично, ребята. Я говорю да. Пошла, Григорьевич. Ну, теперь, теперь ваша уже, да, заключительная точка зрения. Нет, если меня, так сказать, невольно раскритиковали за определение такого понятия, как бойс бэнд, я с этим соглашусь. И соглашаясь с тем, что это мальчаковая группа, вот тогда да. Спасибо. Ребята, вы в четверть финале. Поздравляем. В лице Саши Спилберг за группу Джиггитс болеет еще миллион человек в инстаграме. Есть. Это круче селфи на воскаре. Ребят, ну а сами, как вы считаете, как выступили? Ну, всегда, конечно, есть такой момент, недовольство собой. Конечно, переживали, но выдали то, что могли выдать. Я думаю, что наши флюиды все почувствовали. Я думаю, жюри к нам благосклонно отнесутся. Ну, конечно, все так в тумане, как всегда. Спасибо нашей группе поддержки отдельно. Это самое масштабное музыкальное шоу страны. Таланты, грезящие о главной сцене. Добро пожаловать в новый сезон. Здрасте! Я вас вижу! Это ярмарки краски! Вы заставили меня слушать. Голос, прошибающий и уши, и сердце. Конкурсанты поют исключительно на русском языке. В их репертуаре песни из золотого фонда нашей эстрады. Хорошую песню испортить на раз, на щелчок. К сожалению, эта главная сцена не имеет никакого. Только половина участников отборочного этапа пройдет в четвертьфинал. А лучших из лучших ждет выступление в Кремле. Наша следующая участница добилась успеха за границей и мечтает о популярности на родине. Кто-то говорит, что я играю авант-поп, и это как бы такая музыка, которая будет, возможно, популярной в будущем. Я бы, может, назвал бы все проще, что Женя пишет красивые, искренние, хорошие песни. И мы, как музыканты, пытаемся помочь найти им какую-то форму, чтобы они прозвучали полноценно. Меня называют такой русской француженкой, потому что действительно моя творческая биография по-настоящему началась с французского проекта «Новый львак». Только уже вернувшись в Россию после, моя музыка стала как-то известна более-менее здесь. Мне бы хотелось в рамках главной сцены исполнить что-то русско-французское, может быть, что-то очень петербуржское одновременно. То есть спеть кавер не так, как будто мы поем чужую песню, а так, как будто мы исполняем свою. Ландыши, ландыши, светлого мая, привет! Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание. Ландыши, ландыши, светлого мая, привет! Ландыши, белый букет. Я не верю, что года гасят чувства иногда, у меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты дарить мне в дни весенние. Ландыши, светлого мая, привет! Ландыши, белый букет. Евгения Любич, с букетом ландыши. Очаровательная девушка. Милая, обаятельная, очаровательная, но, очевидно, в какой-то другой ситуации, не в сегодняшней. И, к сожалению, это к пению и к главной сцене не имеет, ну, никакого отношения. Можно сказать? Я, конечно, обескуражена вас здесь увидеть, потому что... Ну, я просто объясняю тем, кто не знает. Перед нами стоит звезда. Перед нами человек, которого очень ценят в Европе. Перед нами человек, который пишет потрясающие песни. И я очень хочу, чтобы аудитория сейчас послушала вашу же песню. Давайте, еще одна песня. Автор Женя Любич. Не знаю, зачем она... Зачем она эти ландыши взяла? За окном, за металл, темноту падал вниз. А потом ты зайдешь ко мне на минуту, кажется. Земля кружится каждый раз, когда я смотрю на тебя. И в твоих глазах нахожу я пространство космоса. Из другой галактики, в воды Антарктики. Ты меня сейчас бросаешь. Она на французском болит сто раз лучше, чем на русском. Антарктика. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь. Холодно, слишком холодно. Я дрожу, я едва дышу. Я прошу, ты только разреши. Ну, позволь мне согреть тебя. Слышишь, ты молчишь. Да и не надо слов. Я молчу, но тебе пора, жаль, что мы Не смогли опять промолчать до самого утра. Из другой галактики, в воды Антарктики. Ты меня сейчас бросаешь. Не меня я так тихо. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь. Если вы сюда пришли, значит, вам это для чего-то нужно. Безусловно, я вас поддерживаю. Я вам, конечно же, говорю «да». А дальше вступают парни. Я все-таки думаю, что, безусловно, это перспективно. И это имеет право на жизнь дальше. И я нажимаю вот на эту кнопку. Два «да». Николай Носков. Я, знаете, я бы ничего не хотел говорить. У меня какое-то странное вообще ощущение. Знаете, вот все хотят почему-то на сцену. Я никак не врубаюсь вот в это вот. Вот сегодня такое время наступило, что все хотят быть певцами. У нас не хватает слесарей, там, сантехников, шоферов. Понимаете, да? Вот, ну, милая девочка взяла бы вот своего мальчика, поет песенку, да? Ну, понимаете, вот мне, когда я в Москонцерте прослушивался, мне второго шанса не дали. Вот спел один раз и до свидания. Это было вот то время, советское время, когда на самом деле выйти на сцену и ничего не иметь голоса, а просто чего-то так вот, просто вот непонятно как петь, такого шанса ни у кого не было. Представьте себе, у нас вся эстрада теперь такая будет, да? Вот чуть-чуть безголосая такая, вся имиджевая. Сами песенки пишут, понимаете, да? Вот она пропела всю эту песенку. Я ничего оттуда для себя, меня ничего не цепнуло. Я просто не понимаю, зачем вот это на главную сцену вытаскивали. Николай, это же не конкурс вокалистов. Были же в советское время, да, например, певицы. Ну, вот помнишь, польская певица была? Анна Герман. Анна Герман. Ну, тоже же самое, в общем-то, большого голоса нет. Но посмотри, сколько харизмы в этом голосе. Ты понимаешь? А здесь что такое? Это как бы, ну, такое... Оля, Николай, если ты говоришь, какая это была певица и вспомнили про Анну Герман, а ты даже не знал, кто это такая, то это говорит о том, что и здесь ты рассуждаешь, можно представить себе, что тоже чего-то ты не понимаешь. Я не понимаю, о чем вы сейчас говорили. Фамилию, это ни о чем не говорили. Анна Герман, это великая певица с удивительным голосом. Я ей говорю, там нет диапазона шикарного какого-то, понимаешь, да? Но там есть харизма голоса, удивительная. Безусловно. Ну, я тебе просто так... Понимаешь, это просто великий эсказитель. Значит, у каждого своя. Разве тебе вторая песня? А это вообще, она что-то спела, вторую песню. Я даже не понял, о чем она пела. Наверное, о любви. Вот, видишь, наверное, о любви. Понимаешь, никто ничего не понял, но это здорово. Слушай, Коль, если пересказывать все песни, которые поют ныне... Ее не надо пересказывать, нужно спеть так, чтобы каждое слово застряло у тебя в сердце. Это верно, да. А если оно в сердце не застревает, каждое слово, то какой смысл от этого громады этих слов, от огромного количества этих слов, а толку никакого? Оно не проникает никуда. Лучше спойте три слова. Но таких три, чтобы, понимаете, вот здесь вибрации в сердце возникли. Николай, ну ты нажимаешь, да, конечно, естественно? Я, конечно, нет. А я думал, да, все-таки. Я хотел сказать о том, что не обязательно иметь какой-то огромный, гигантский голос, но такое качество, как эмоциональная заразительность человеку, ходящему на сцену, будь то музыкант, певец или актер театра, совершенно необходимо. Но вот, к сожалению, это не тот случай, не зацепило, поэтому нет. Надо очень серьезно готовиться. Вот вы стоите на сцене, да, и какими-то такими вот улыбающимися, таким довольным лицом. Я бы на самом деле, если бы меня так обсуждали, я бы, наверное, с ума бы сошел уже. Я вам очень благодарна за ваше мнение. А вы очень воспринимаете все в какой-то шуточной такой манере, понимаете? Вы вышли на сцену, но будет плохо, будет плохо. Она очень хорошо держит удар. Знаете, мне кажется, что даже если человек берет неправильные ноты, не попадает в свою тональность или съезжает с нее, да, и даже если у него немножко не хватило энергетики для того, чтобы достучаться до сурового мужского сердца, все равно он заслуживает того, чтобы, ну, к нему относились с уважением. Пожалуйста, сложите на меня все свои копии и все остальное, и давайте ее пропустим дальше. Значит, мы должны быть просто немного умнее и вести себя несколько иначе, и в конце концов думать о том, что у нас 12 исполнителей в программе, и когда мы придем к финалу с девятью, то троим придется сказать, уходи отсюда. Поэтому нет. Женя, дайте я поцелу. Ну что, вот она цена славы, цена победы, цена того, чтобы тебя услышали твои зрители. Несмотря на то, что Женя не прошла дальше, она не считает себя проигравшей. Честно говоря, я не ожидала такой поддержки Дианы, тем более, что я видела, как она судила остальных участников довольно жестко, очень честно, справедливо, но я не ожидала, что она мне окажет просто вот поддержку. Недооцененный талант – это очень страшно. Нужно уметь его видеть и поддерживать, иначе он может, конечно, умереть. Задача жюри – увидеть индивидуальность, оценить ее и дать возможность этой индивидуальности раскрыться. Жюри приходится балансировать между желанием дать шанс и необходимостью бестрестрастно судить. Если у человека нет таланта, вообще его нет, это ему нужно говорить, иначе же наоборот человеком вводишь в совершенно неправильное понимание того, что такое музыка и что такое сцена. Да, говорить легко, очень трудно говорить «нет». Оно приходится, потому что если быть хорошим, белым и пушистым, то в конце концов, кто тебе будет верить? Не одна лишь всенародная афина, а финалистов нашего шоу ждет... Поиск самого лучшего русскоязычного певца продолжается. Артистов на главной сцене встречают постоянные члены жюри. Эталон успеха на эстраде – Валерий Леонтьев. Важнейший критерий отбора – умение владеть голосом. Самый проникновенный голос рок-сцены – Диана Арбенина. Ребята, давайте драйвы, напора, мощи! Зажигайте, наконец! Покоритель мировых хит-парадов – Николай Носков. Сохраните свое «Я» после всех испытаний. И всенародно любимый автор и исполнитель – Вячеслав Добрынин. У наших следующих участников немало поклонников в России и за ее пределами. По силам ли им завоевать симпатии жюри? Ребята, привет! Мы группа «Джойо». Группа у нас пестрая, у нас четыре страны представлены – это Россия, Литва, Украина и даже Иран. Если говорить о образовании, оно у нас действительно разное. Есть инженер-конструктор, инженер-атишник, есть врач и есть у нас профессиональные музыканты. Мы пришли на главную сцену, чтобы донести широкую аудиторию, так как мы считаем современно должны звучать старые песни о главном. А докуда это все доведет, никто не знает, мы посмотрим. Я думаю, что решают люди по ту сторону экрана. Эй, красотка, хорошая погодка, Счастье проплывает мимо, словно дни неуловима. Мы обоим, как лучше помолчим. Ты, сестра, не плачь напрасно, Жизнь чудесна и прекрасна, Расставаться с ней нет причин. Эй, красотка, Хорошая погодка, Была бы лодка, Мы бы плыли с тобой. Эй, красотка, Хорошая погодка, Мне не нужна водка, Мне нужна любовь. Эта облачная манет, Скоро жить счастливей станет, Расставаться с нею непричинна. Группа «Джойо». Кто готов первым вынести вердикт со своими компетентными комментариями? Я внутренней силы не почувствовала той, которая есть в оригинальном варианте. Ну, парни, не задалось, я говорю нет. Валерий Аковлевич. Вот в пении тоже не хватило обаяния, какого-то убедительности. Мне показалось, что вы сыграли-то получше, чем спели. Ребят, знаете, у вас чего не хватило? Вот этого гармонии между тем, что вы играли, и тем, что вы пели. Вот не было этого союза, какого-то соотношения, что самое главное, когда идет живое исполнение, нужно, чтобы это было очень слитно вместе. Вокал, по большому счету, он очень был такой, как сказать, не рыхлый, а как-то не цепкий. Вот, не цепкий. То есть, ну, ты не забрал, не нажал ты на какую-то педаль, где у тебя в звуке что-то было. Да, вы качались, гитарист сделал все, как делал, с хэви, металл и так далее, но этого недостаточно. Мне почему-то кажется правильным услышать вторую песню. Наверное. Отлично. Я прошу, хоть ненадолго, Берег мой, покажи стали, Крайшка, только линией, Берег мой, берег ласковый, Ах, до тебя, родной, доплыть бы, Доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко Идут грибные дожди Прямо у реки в маленьком саду Созрели вешни, Наклоняясь до земли Где-то далеко в памяти моей Сейчас, как в детстве тепло, Хоть память укрыта Такими большими снегами Ты на фразах наполи меня До беда, да не до смерти Вот опять, как в последний раз Все гляжу куда-то в небо Как будто ищу ответа Я прошу, хоть ненадолго Грусть моя, ты покинь меня Облако, сизо облако И полети к родному дому От сил до к родному дому Миштан Григорьевич Ну, дело в том, ребят, вот это все можно исполнять, эти песни в своем выступлении, в концерте. Понимаете, эмоционально, да, но неубедительно. Вот особенно по части вокала. А поскольку здесь в основном все-таки представлен жанр вокальный, то я скажу с большим сожалению Нет. Валерий Аковлевич Просто один в один могу повторить, что вы сделали большой такой акцент и упор на игру, а песня, как таковая, подзавалилась. Это проникновенность, это ревердеевская, и щемящая вот эта больная боль человека, от имени которого поется эта песня, они пропали. Наверное, я тоже нет. Понимаете, в роке, как в опере, в оперу брали всегда таких вокалистов, которые могли перепеть большой симфонический оркестр. Так же и в роке. Ты вот гитара-бас-гитара, а ты просто голосом должен так же переорать их, понимаешь? А в данной ситуации нет идеально роковой компрессии в голосе, понимаешь? Должна быть эта труба звуковая, вот которая есть вот у прекраснейшей ведущей сегодняшнего вечера, понимаете? Да, роковая такая, настоящая. Спасибо вам большое. Спасибо. Ребята, ну, к сожалению, вы не проходите четверть финал, и теперь понятно, на чем работать. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Обязательно заходите на официальный сайт телеканала «Россия» «Раша ТВ». Будьте в курсе всех событий нашего проекта. На данный момент на нашей эстраде, я вам скажу честно, слушать нечего. Хочется понять, чего хотят те музыканты, которые вот сейчас у нас выходят на эстраду и выступают. Они хотят денег или они хотят роста музыкальной культуры именно в России. Нужно вспоминать ту российскую, русскую культуру, которая была раньше. Сейчас этого очень не хватает. Должна быть музыка, песни, за которыми народ должен идти, осознавать, понимать и узнавать для себя что-то новое. На главную сцену я пришла, чтобы победить. Сейчас это первая ступень к моей цели и к моей мечте. Здравствуйте! Кристина Ярская, поселок Яр. Оглянуться, кто не вправе Вспомнить словно сквозь сон, Что нашел, что оставил, Что запомнило. Время мчится, Как будто всадник На горячем коне. Но сегодня Мой избранник Отшумевший звонкий праздник Вспоминается мне. Это ярмарки-краски, Разноцветные пляски, Деревянные качели, Расписные карусели, Звуки шарбанки, Гадания цыганки, Медовый пряник, Это ярмарки-краски, Это ярмарки-краски, Разноцветные пляски, Деревянные качели, Расписные карусели, Звуки шарбанки, Гадания цыганки, Медовый пряник, Да, воздушный шарик. Кристина Ярская! Здрасте! Я вас вижу! Ну, Валерий Яковлевич, Поскольку эта песня ваша, Давайте начнем. Немножко ниже пояса, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, что я вас в третьем лице, Настолько вы располагаете к себе, Что вот хочется сразу стучать по этой кнопке, Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, АПЛОДИСМЕНТЫ Но... Это не веселая песня. Я понимаю, я, конечно, понимаю. Это трагический материал, И она не о том, что пряники и шарики О чем-то, чего не случилось, И никогда уже, наверное, не случится. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки понимали То, о чем вы поете, И подавали это соответствующим образом. Конечно, энергия у вас есть, И голос звонкий, И девушка бойкая, И крупные планы у вас Замечательные Обаяние и вот все прочее, Все, что надо. Ну, давайте еще поработаем Тем, как понимать то, о чем поешь. Это я сегодня пока воздержусь. Нет. Я ни в коем случае не хочу морали, Потому что вы мне действительно понравились. У вас есть задор. Спасибо. Задор, который... И действительно есть такая, знаете, Чем отличаются люди с губернии От тех, кто находится в столицах? Губернские обычно, знаете, Такие звонкие, Искрящиеся, У них нет такого, знаете, лоска. И вот нет вот этой вот стертой личности, Которая приходит, И вот ты видишь, вроде он как-то крутится, Вертится тут по столичным площадям, Туда-сюда ездит каждый день, А как-то лицо теряет. Вот у вас оно есть, это лицо. Это кайфово. Спасибо. Это кайфово. Но, опять же, повторяю, Я буду считать себя неправой, Если я сейчас скажу да, Потому что, Ну, потому что это действительно песня не про веселье. И вы дадите нам слово, Что вы вернетесь, И вас это не обломает, Мое нет. Вы вернетесь, И споете нам еще круче, Понимая, О чем вы поете. Хорошо? Хорошо. При всем моем уважении к коллегам, Мне понравилось. Спасибо. Я не знаю. Ну, Понимаете, Я уже отфутболил здесь столько народу, Поэтому, Тут хотя бы озорное что-то есть. Пусть да, Не соответствует. Валера прав, да. Он знает эту песню лучше. Я как бы даже и не догадывался, Что там очень трагично все. Ну, как бы цирк уехал, да, На эту тему. Ну, в принципе, да. Жизнь прошла. Ну, цирк уехал, да, Это грустно. Балл, не наш балл. Это от тех моментов, Мне кажется, Которые уже, Ну, вот не вернуть, О каких-то воспоминаниях, Не важно. Ну, всегда жалко, Когда, да, Что-то такое, Что тебя тронуло, Вдруг исчезает из твоей жизни. Уходит и не возвращается. Да, этого всегда очень жалко. Я понимаю. Но, Вот это озорство, Вот это вот звонки, Совершенно голос, Прошибающий и уши, И сердце. Понимаете, Мне понравился. Спасибо. Спасибо большое. Да. Вот даже хорошо. Понимаете, Это тот случай, Когда мне даже нравится. Я сказал нет, А сосед мой говорит да. Мне даже нравится, Что он сказал да. Вячеслав Григорьевич. Мне нравится, Что Валера Сказал нет, И сожалел уже об этом, Мне так кажется, Он пожалел. И мне нравится, Что наконец Коля Заулыбался, Ему стало весело. Есть от чего. Потому что, Когда талантливый, Оно всегда весело. Безусловно. Более того, Когда задумываешься, И на раз о песне, В которой есть такой смысл, В которой песни существует Такое понятие, Значит смех, Через незримые миры слезы, Счастье, несчастье, Горе это все рядом. Даже если музыка, Звучи так, И исполнение такое, То просто не хочется думать о том, Что там грусть внутри, Что есть, Там какой-то смысл, Который ведет, Конечно, Не в комедию, А в какую-то драму, Допустим. Но, Ты сама, Как пряник, И как воздушный шарик, Вот ты сама. Спасибо большое. Я, конечно, Говорю, Да, И очень жалею, Что Валера все-таки Не передумал. Дайте ему возможность Передумать. Значит, Я вижу, Что Наступило Выпускайте пар, Выпускайте. Ребята, Я вижу, Что Наступила Очередная Тупиковая Ситуация, Которую надо Разрешить. Я и разрешу, Я разрешу. Я передумал. Ура! Спасибо! Спасибо огромное! Спасибо вам! Я хочу, Друзья, Хочу сказать След этому Переменчивому решению, След. Валера сначала Заревновала. Ей-богу, Это его песня. Он заревновал, Потому что он ее пел Блестяще. Это все знают. Но он Сегодня Переплюнул Сам себя. Он поменял Решение. В общем, Вопрос. Спасибо большое! Спасибо! Вы в четвертфинале! В той или иной степени Наши родители Формируют наши вкусы. В 6 лет Мне на день рождения Подарили записи Музыкальную школу. Я рыдал Голубь на часах два. Дети ждут подарки, Мне музыкальную школу Подарили. Но ходил. Когда мама не стала, Я уехал в другой город, У меня было 500 рублей В кармане, Дырявый ботинок. Папа ушел чуть позже, Через несколько лет. Не знаю, Я для себя Такую философию вывел, Что, наверное, Наши первые детские страхи Самые тяжелые, Наши первые Главные детские мечты, Они самые вот такие вот. Самые-самые-самые. Вот была мечта Быть артистом детским. Почему нет? Вот я пытаюсь Эту мечту развивать. Здравствуйте! Меня зовут Сергей Михайлин. Я представляю Дальний Восток. 畫 ba-на- ceremon imperial. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры субтитры Алексею Дубровскому. Я буду поблить в Jinx doubt. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо еще поработать. Мое мнение категоричное. Я его менять не буду. Сереж, нужно еще попеть. Нужно набраться опыта. Пока я говорю нет. Спасибо. Ответ понятен. Валерий Яковлевич. У меня такое ощущение возникло, что, может быть, не следовало брать такое произведение, такое явно романтического склада с какими-то драматическими нотами. У меня чувство, что вам было бы ближе, был бы ближе какой-нибудь комический репертуар. Ваш эрдикт? Нет, нет, нет. Николай? Прекрасный кантилен, если уже так выражаться такими музыкальными терминами, да. Прекрасное кантиленное пение такое. В принципе, все чистенько, все здорово. Справился с диким волнением. Я заметил, там тик легкий начался. Это тоже огромный плюс. Но я пытался уйти в песню, и у меня не получилось. Ну, к сожалению, нет. Вячеслав Григорьевич, ваше мнение. Здесь все время говорим, как будто здесь вообще урок парапсихологии. И мы смотрим, есть ли тик или нет вообще. Волнуется. Не то, что человек волнуется, это естественно. Но иногда от волнения бывает исполнение лучше, чем когда человек не волнуется. Но здесь хуже получилось. Он даже сейчас вот слушает оценки и волнуется ничуть не меньше, чем когда исполнял. Надо дальше что-то делать с собой и психологически, и музыкально, и эстетически, и как угодно. Все-таки, скорее всего, извини, но, наверное, нет. Итак, 4 нет. Сергей, к сожалению, вы не в четверть финале. Но ничего страшного. На самом деле, наши судьи, это люди, которые очень хорошо знают, в какой мир выпускают молодых людей, молодых исполнителей. И понимают, что, наверное, их лучше остановить и заставить еще поработать на каком-то нынешнем этапе, чем попасть в шоу-бизнес и немедленно там утонуть. Ну, ты обними, пожалуйста, вначале. Конечно, все. Успокойся. Оксана, вы знаете Сереже 17 лет? Да. Да, я знаю Сережку с 17 лет. Это на самом деле очень добрый, очень искренний, талантливый человек. И вот все, что сегодня было на сцене, вот меня вообще Сережка вот удивил, удивил своим. Каждый выход его на сцену для меня удивление и очень большое переживание, потому что мы уже 22 года с ним. Все это вместе переживаем, да. Я его очень люблю, и я знаю, что у него все будет хорошо. И твои звезды еще зажгутся на этом небе. Да, они уже есть там. Да, Сереж, а я тебя тоже люблю теперь. Сергей не новичок в шоу-бизнесе, но на главной сцене жесткий отбор. Пятеро конкурсантов прошли в четвертьфинал. Впереди еще три выступления, и остается лишь одна путевка. Наша следующая участница долго ждала своего шанса. Моя любовь к музыке появилась сама собой. Все было очень банально и забавно, потому что я зарегистрировалась на сайте знакомств. И мои знакомства с молодыми людьми вдохновляли на написание стихов. Сначала просто строчки, а потом появлялась какая-то музыка. А потом была реальная встреча. Уже когда я училась в ГИТИСе, мы встретились в Петербурге. И все случилось. И есть и Лария. Это мое самое главное достижение в жизни. Как только ее сердечко появилось под моим сердцем, я не могла даже подобрать риф к слову. То есть вот реально это такой хоп и белый шум. Я хочу реализации, хочу вырваться за пределы локальной Петербурга. Мечтаю однажды снова писать музыку, как это было раньше. Я разучилась летать, увы, а вы. Я разучилась мечтать, увы, а вы. Без любви не грустим, до вершин не хотим. Прячем лица под грим, а что под ним дым. Я не умею понять, увы, а вы. Я не умею обнять, увы, а вы. А родных не скорбим, за пустяк не простим. Ради славы грешим, а слава что? Дым. Но пусть растает этот дым, чтобы не были. Я одна и ты один. Я разучилась летать, увы, а вы. Анна Малышева. Студия аплодирует стоя. Что скажет жюри? Валерий Яковлевич. Анна, вы заставили меня слушать, следить за вашими интонациями, следить за тем, как вы подаете мэри. Я даже не думал об этом и об этих всех приемах. Вы заставили меня слушать. Да. Вячеслав Григорьевич. Мы все время говорим, главная сцена, будет она или нет. Для этого человека она, естественно, должна быть. Я солидарен с Валерой. Он сказал, что действительно надо было это слушать. И знаете еще почему? Здесь говорилось о том, что когда мы кого-то слушаем, то иногда непонятно, о чем поют. Просто слова не доходят. Просто они плохо произносятся. Но когда доходят, это значит все правильно, профессионально. Поэтому, безусловно, да, я вас поздравляю. Это очень хорошо. Диана Арбенина. А мне очень хотелось бы увидеть, какая вы бываете еще. Поэтому, может быть, вы еще что-нибудь споете? Вода уже есть. Спасибо. С радостью. Уже можно в два раза меньше волноваться. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке. Навстречу радуге-дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит. А грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Терпи, 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 когда тяжело. Скрипи, скрипи, ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть, пусть дорога вдаль бежит. Грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Пусть, пусть дорога вдаль бежит. Грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу. Куда хочу. Анна Малышева. Диана, что сейчас скажете? Мне бы очень хотелось, чтобы вы не бросали заниматься музыкой. Из-за того, что у вас появился ребенок. Это ведь так? Я не бросала. Я перестала писать. Почему? Мне кажется, что получилась такая у меня замечательная дочь, которую зовут Илария. Я должна была отдать эту энергию творческую. То есть я ее создала, а песни перестала писать. А сколько лет ей? Два года и восемь месяцев. О, так это начало. Да? Это нормально. Это нормально. Могу вам сказать, что если вы писали песни, не грешите, пожалуйста. Дети абсолютно не мешают. Могу вам сказать, как мать двоих детей. И более того, двойняшек. И более того, мальчик и девочка. И более того, после того, как я их родила, я стала писать еще больше песен. Не в количестве дела, а дело в том, что нужно верить в себя до последнего. Как вот сегодня, когда вы до конца додержали эту сцену. Короче говоря, да и вперед. Дорогие друзья, три голоса за есть. Решение, в общем-то, принято. Но все равно с замиранием сердца я обращаю свой вопрос к Николаю Носкову. Ваше мнение, Николай? Я безмерно уважаю мнение коллег. Поэтому говорю, да. Вот, и Николаю удалось увидеть сегодня. Аня, четыре, да? Вы в четвертьфинале. Сотни тысяч поклонников поддерживают наших участников, боляют за них и обсуждают в комментариях. Друзья, присоединяйтесь и вы, там действительно жарко. И давайте всегда будем в контакте. Меня зовут Петрухин Алексей и группа «Губерния». Считается, что народная музыка, она для более старшего поколения. Мы хотим сказать, что молодежь очень хорошо воспринимает народную музыку. Наша цель – от Крыма до Владивостока проехаться и показать свое творчество. Мы все хотим праздник устроить на сцене. С русскими песнями для русских людей. Попрошу лощной дороги шел я молча. И была она пуста и длина. Только грянули гормошки, что есть тем очень. И руками развела тишина. А где-то свадьба, 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 свадьба пела И плясала, и перелья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. У-е-е-е, у-е-е-да, у-е-е-е, у-е-да. О-х-е-е-е-е-да, да, о-х-е-е-да, о-х-е-е-да. Группа Губерния, свадьба. Николай, как вам? И знаете, между да и нет есть такое расстояние, которое середина. Такая вышла команда Гришка Распутин, я бы так назвал. Понимаете, да? Губерния, в общем, где-то смысловой ряд близок немножко. Гришка Распутин, вот такая какая-то расхабень непонятная. И при чем здесь русская песня вообще? Ребята, вы русские же люди, по-моему, да, по лицам твои? Ну, поэтому и русские. А что же это такое-то? Это что же такое Гришка Распутин-то такой вот? В плохом смысле этого понятия, понимаете? Я не говорю о человеке, я говорю о понятии Григория Распутин. Понимаете, да, ну, какая тут оценка-то? Зачем? Весело, ништяк, наливай да пей. Но, знаете что, вот есть кураж, ну, кураж есть. А вот этой мощи, то есть вот этой вот изнанки, которая нравится, которая цепляет. И почему ты приходишь еще на один концерт. Вот я, например, не... Ну, то есть я увидела такую, знаете, классную, ну, не обижайтесь, пародию. Вот. Вам бы отвязаться и, может быть, еще как-то поднатореть, тогда было бы действительно весело. Я говорю бы нет. Два нет. Мишлав Григорьевич. Я хотел сказать о том, что если вы определили себя как исполнителей фолка, то для этого было слишком много шутки во всем, что вы делали. Это было, кстати, вроде бы фолк, вроде бы несерьезно, вроде бы КВН. И КВН, скорее, я бы определил жанр, и поэтому нет. Вячеслав Григорьевич, у вас получилось нормально, но, если опять принимать во внимание вот эту главную сцену, как, так сказать, вот точку отчета, это все-таки пока не главная сцена. Но то, что вы можете зажигать, и у вас это вот есть, этот кураж, это хорошо. Но, может быть, когда-либо вы перейдете в какую-то ту стадию, когда вы сможете выйти на главную сцену. Но пока вот в настоящий момент, учитывая песню, которую мы все знаем по исполнению Магомаева и других людей, которые поют эту песню драматически, по-всякому, большим голосом и так далее, я, к сожалению, для себя говорю нет, только потому, что я солидарен с тем, что говорили мои коллеги, они говорили правильно. Все понятно. Четыре нет, ребята, к сожалению, вы не проходите в четверть финал. Это была группа «Губерния». Я работал помощником юрисконсульта в фирме, я работал секретарем мирового суда, и мне это нравилось. Юриспруденция очень близка к сцене, потому что там ты тоже выступаешь, там ты что-то доказываешь. Понял, что я занимался не совсем тем, ради чего вообще я существую. Я все связи практически порвал с тем миром и переключился на мир музыкальный. Жалилов Альберт, «Астрахань». Ну что так робко стоишь, о чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зову, слышишь песни своей. Ну улыбнись поскорей. К чему мечтать о весне? К чему мне ждать, что пришла она? Ее заменят вполне Твоя улыбка одна Спеши, ведь песня не ждет Она вокруг все зажгла И если сердце поет Тут не нужны слова Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Малышишь песней своей Улыбнись поскорей Когда танцуешь со мной Душа тобою полна Пусть твое сердце поет, я подскажу слова Пусть твое сердце поет, я подскажу слова Пусть твое сердце поет всегда Альберт Жалилов Диана, вы аплодируете? Да, я сочувствую, сопереживаю, поэтому аплодирую Послушайте, вы такой красавец Я огромное спасибо говорю режиссеру за вот эти мониторы Я вот сижу и любуюсь, боже мой, какие красивые парни У нас в стране Вот, публика тоже поддерживает Послушайте, единственное, что я хочу сказать На мой взгляд, какой-то странный выбор песни Потому что вы же ее вообще не станцевали Вот вы пели, пели, а как-то вот Вот у вас все остальное вот какой-то такой вот бум И никуда не двигалось, понимаете Мне хотелось выбежать, но просто я очень не люблю на себя перетягивать идеяло Как-то так вот раскачать вас К тому же вы авантюрист, азартный и так далее У вас только глазами это видно Но вы это никак не проявляете Вы очень зажаты На мой взгляд, какой-то странный выбор песни Потому что вы же ее вообще не станцевали Вот вы пели, пели, а как-то вот Вот у вас все остальное вот какой-то такой вот бум И никуда не двигалось, понимаете Мне хотелось выбежать, но просто я очень не люблю на себя перетягивать идеяло Как-то так вот раскачать вас К тому же вы авантюрист, азартный и так далее У вас только глазами это видно Но вы это никак не проявляете Вы очень зажаты Валерий Яковлевич, что вы думаете? У вас очень крепкий, убедительный голос Но я все-таки не понимаю, почему нужно брать репертуар Который заведомо заставляет вас один в один повторять интонации Муслима Магомаева И не только интонации, но и жестикуляцию, и постановку корпуса Ну почему вы это делаете? Ну у нас не конкурс пародии, у нас не конкурс имитаторов Не конкурс двойников Но видимо есть такое мнение у молодых исполнителей, что классику испортить невозможно Ну ведь мы приходим сюда И вот я здесь сижу ради того, и все, я думаю И публика, и публика приходит в зрительные залы И сидит у экранов телевизоров Для того, чтобы открыть для себя Новое Увидеть что-то, что-то невиданное, неслыханное прежде Нет, дело в том, что Диана сказала, что И вообще вы сказали, почему взята эта песня из репертуара Зачем повторить Магомаеву вообще? Почему так? Почему не хватало тела, движений? Потому что песня такая, да? Может быть, сейчас что-нибудь сделаем, какой-нибудь Что где ты можешь хоть как-то там тронуться с места Я готов подойти и помочь тебе там Сам Добрынин предлагает Альберт, сейчас вас будут раскрепощать Приготовьтесь А жюри во главе, в данном случае с Николаем Потому что он очень паник Он будет делать такие ритмические движения Вот такие, такого толка, смотрите Вы готовы, да? Он это очень любит Такой соль-мажор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, ну вот Очень важно теперь услышать ваше мнение Получилось ли Альберту раскрыть себя? Не вышло ли так, что это была песня Вячеслава Добрынина Как ее спел бы Муслим Магомаев Нет, она выглядела не так, как спел бы ее Муслим Магомаев И слава Богу, что это так И у вас, безусловно, есть обаяние сценическое Очень хорошее качество И все возможности для того, чтобы быть на сцене Я уж не знаю, на главной или не на главной Но, по крайней мере, на сцене И... Я говорю, да, может быть, не столько за то, что вы сейчас сделали А за то, что у вас, безусловно, есть возможность Сделать многое Ну, мне кажется, что дело в том Он все-таки больше такой исполнитель строгий В соответствии даже своей внешности Вторая песня была такая немножко Она же легкомысленная Это же, в общем, ну, такая шутка Ну, не знаю, шутка, не шутка Ну, такая легкая песня Ну, да, ее в костюме тяжеловато петь Да, скорее всего, здесь нужно быть таким рубахой парнем И немножко так иронично, так сказать, исполнить Но со стороны, вот как зрителям Они реагировали так, что вроде бы поддержали в этой песне Зажгли, зажгли А Валера сказал так Надо искать материал и чувствовать себя Где ты себя чувствуешь увереннее и лучше Ну, конечно, да, потому что я даже пошел тебе подыграл Мне кажется, что все равно нужно еще искать свое лицо Нужно быть уверенным в том, что ты хочешь сказать И извините, конечно, меня, но я против того, чтобы метаться на сцене И метаться нужно за кулисами А на сцену нужно выходить со своей единственной песней Точнее, со своей единственной нотой, которую ты нашел Либо которую ты хочешь найти и уже чувствуешь, что она твоя Поэтому я сейчас говорю нет Но это не значит, что мне не понравилось Я просто хочу от вас большего, понимаете? Спасибо Николай Носков Николай, от вас очень многое зависит сейчас Я не знаю Трое... да, двое за... Я уважаю мнение коллег И говорю да Альберт, вы проходите в четвертьфинал Поздравляем Дорогие друзья Программа была очень тяжелая Очень напряженные страсти кипели на сцене Страсти кипели в зале И даже в составе нашего жюри Было сложно Это шоу-главная сцена До встречи через неделю Мне приснилась снег холодно Белая ночь опустилась, как облако Парус, порвали парус Сотянием, сотянием Меня убедили Прекрасный тембр, прекрасное владение Гибкий, насыщенный голос Поглядал на девчину Я не научился жить один И у меня на это пять причин Это просто вселяет радость Вселяет радость и надежду, что у нас Ура, есть музыканты, есть певцы Я хотел бы подарить тебе песню Когда ее поет автор, она тебя уносит Это совсем не та песня, которую я писал Ау-у-у Днем и ночью счастье зову Не, ну я могу спеть, ребят На ковре из желтых листьев В платьице просту У меня сложилось твердое убеждение Что вы понятия не имели, о чем вы пели Ау-у И ничего другого На мой взгляд, сейчас рождается новая звезда. Давайте я скажу «нет», и мы будем совещаться 30 секунд. Понимаю, как нелегко им сделать этот выбор, но тем не менее он необходим.